Совещание начали с вопросов медицины. За четыре года реализации нацпроекта здравоохранения для борьбы с онкологическими заболеваниями в медицинские учреждения региона поставили 150 единиц медицинской техники, открыли 60 центров амбулаторной онкологической помощи. Центр медицинской радиологии в Димитровграде продолжает оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь больным онкологией по самым современным технологиям. Важной новостью для всех регионов страны, в том числе и для Ульяновской области, стало заявление президента о том, что программа по модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжена. Благодаря ей в Ульяновской области уже построено 23 ФАПа и выполнено ремонт в 14 поликлиниках. Зима не хочет уходить из Ульяновской области. Снегопады продолжаются. Коммунальщики не всегда успевают оперативно убирать снег. С 12 по 16 февраля инспекторы агентства жилстроенадзора осмотрели 110 территорий многоквартирных домов. Замечания выявили по 28 адресам и оперативно отработали их с управляющими компаниями. Всего с начала года от граждан поступило 147 письменных обращений по вопросам очистки кровель домов. Напомню, что штраф для юридических лиц составляет от 150 до 250 тысяч рублей. 24 выписано предостережение. В общей сложности работа продолжается. Не ослабеваем. Будем до конца зимнего периода в усиленном режиме работать. Также в агентстве продолжает работать горячие линии, на которые принимаем звонки от всех жителей Ульяновской области. Для расчистки дорог от снега и льда в районах Ульяновской области привлекали 844 единицы дорожной спецтехники. Около 300 из них выходили на уборку территории каждый день. Основное внимание сейчас в муниципалитетах уделено вывозу и утилизации снега. На сегодняшний день с автомобильных дорог муниципального значения вывезено более 130 тысяч кубометров снега. Наибольшее количество снега вывезено в таких муниципальных образованиях, как город Ульяновск, Димитровград, в Майнском районе, Кузоватовском районе и Теренгульском районе. В Ульяновской области полным ходом готовятся к международному музыкальному фестивалю «Мир эпоха имена». Участниками станут музыканты из Бразилии и Армении, Ростова-на-Дону, Москвы и Ульяновска. Более 300 артистов выступят на фестивале. При этом более 11 тысяч зрителей приобщаться к музыкальному искусству. На фестиваль приглашены именитые музыканты и крупные творческие коллективы, а также мы представим ряд имен молодых талантливых исполнителей. Концепция фестиваля отражает важнейшие темы. Это тема десятилетия воссоединения Крыма с Россией, где будет исполнена специальная программа, включающая музыку русских, советских и российских композиторов, в том числе композиторов-юбиляров 2024 года Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова. На заседании подняли тему возможного паводка. Жители Баратаевки сообщили, что со страхом ждут весны. В прошлом году поселок буквально утонул в период таяния снега. Владимир Разумков поручил главе Ульяновска очистить от снега населенный пункт в ближайшие дни, не дожидаясь половодья.